Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Ну, насколько вы поняли, по данному приветствую, говорить мы с вами будем не о великих азербайджанцах, а ответим на вопросы, которые мне оставляли в форуме комментариев, дорогие моему сердцу зрители, вне зависимости от национальности. В частности, они задавали вопрос, а стоит ли мне, вашему слуге, говорить так часто о великих азербайджанцах и об их вкладе в мировую культуру, науку и так далее. Интересный вопрос. На мой взгляд, не просто необходимо, а уже давным-давно было необходимо создать центры по, я бы сказал, рекрутированию, распространению информации об этих людях и об их вкладе в мировую цивилизацию. К сожалению, мы это не делали, потому что решали многочисленные проблемы, которые нам остались после развала Советского Союза. Это понятно. Но сейчас время, я думаю, что пришло. Так, все-таки, почему же я это делаю? И какие угрозы могут свалиться на Азербайджан, если мы будем молчать о наших великих представителях? Ответ крайне простой. Если мы забываем о них, то они могут забыть о нас. В частности, их дети могут спокойно перейти в лагерь врагов Азербайджана. Никто не отменял понятия обиды. Не так ли? Поэтому ни в коем случае нельзя допустить, чтобы те, кем мы гордимся, тем, кем мы должны гордиться, отошли от нас. Они часть нашего сердца, часть нашего народа, часть нашей страны. Не так ли? Теперь второй вопрос, который оставляют под этой же самой серией видео о великих азербайджанцах. Почему я обращаюсь к армянам? Почему в конце каждого видео я говорю об ожидании реакции со стороны армян и врагов Азербайджана? Потому что это, возможно, не менее ключевой момент, чем оповещение мира о вкладе азербайджанцев. Потому что я жду реакции. Я ведь прямо говорю, я жду реакции. А реакция у врагов Азербайджана однозначно показывает их культурный уровень и их откровенную азербайджанофобию. Им уже нечем потом будет прикрываться перед представителями других наций, говоря о том, что они не ненавидят азербайджанцев. Они не тюркофобы, они не азербайджанофобы. У них очень высокая культура. Комментарии говорят сами за себя. Не так ли? Поэтому я, надеюсь, ответил на данные вопросы в отношении великих азербайджанцев. Следующее видео, одно из следующих видео будет посвящено тоже ответу на вопросы, которые мне задали мои подписчики. Это чтобы я проанализировал ситуацию в отношениях между Ираном и Соединенными Штатами. На фоне того, что происходит. Приход в Иране президент азербайджанца, который в открытую говорит о своей идентичности, а это бывает крайне редко в Иране, чтобы человек говорил откровенно о поддержке Азербайджана. А также о том, что происходит в США, уход Байдена, как это связано и чем это нам грозит. Хочу также сказать, что уже или между этими видео, или после этих видео мы вновь вернемся к теме великие азербайджанцы. Если я вас заинтриговал, не пропустите следующие видео. Всем удачи. До свидания.